Здравствуйте, Елена Левтерова с вами. Я медицинский консультант и в течение последних 14 лет я помогаю пациентам разных стран пройти наиболее оптимальное лечение в Израиле. В отличие от других агентов и большинства компаний медицинского туризма в Израиле, я никогда не скрываю пациентов правду и говорю как есть. Если зайдете в Google, Яндекс, поисковые системы, вы обнаружите большое количество рекламной информации от так называемых официальных сайтов израильских клиник, от больницы Асута, Шиба, Ихилов, Рамбам и так далее. И все они будут претендовать на официальность. Вам будут предлагать пройти лечение без посредничества, вам будут предлагать ценные Минздрава Израиля, государственные цены израильские и так далее. Все эти сайты более-менее идентичны. Лица виртуальных несуществующих врачей, тексты более-менее похожие друг на друга. Причина в том, что эти сайты, как правило, большую часть информации друг у друга копируют, зачастую даже с грамматическими ошибками и лингвистическими шероховатостями. Таких сайтов много. Это говорит о том, что вас заманивают, вам предоставляют рекламные шаблоны. Такова реалия маркетинга. Каждый может опубликовать и разрекламировать то, что он хочет. На самом деле, у израильских клиник есть свои официальные сайты. Но у каждой больницы такой сайт только один. И его главная функция далеко не предоставление рекламы русскоговорящим пациентам. Реалии медицинского, реалии Минздрава Израиля таковы, что вы, будучи туристом, не можете пройти лечение в Израиле напрямую, обратившись в больницу. Между вами и больницей всегда будет посредник. То ли это агент-одиночка, то ли это компания медицинского туризма, то ли это, собственно, отдел медицинского туризма при больнице. То есть всегда между вами и больницей будет промежуточное звено. Так устроена система здравоохранения в Израиле. Просто это нужно понять и нужно выбрать, что для вас важно. Нужно определиться с приоритетами. Выбирая своего медицинского посредника, вы должны в первую очередь понимать, что вы ищете, что нужно выбирать. Я как человек с опытом в этой области могу сказать, что в данной ситуации очень важен сервис. Что я имею в виду под словом сервис? Связывая себя обязательствами с медицинским посредником, вы должны быть уверены в том, что вам смогут предоставить в кратчайшие сроки доступ к любому израильскому доктору, даже самому труднодоступному. Вы должны понимать, что вам оптимизирует процесс диагностики и лечения. То есть вы пройдете все в максимально сжатые сроки. Это растянется не на две недели, диагностику вы пройдете за 3-4 дня. Вы должны понимать, что это все будет максимально комфортно, что финансовая часть будет прозрачна, что от вас ничего не будут скрывать, что психологически вы не будете напрягаться, хотя бы с этой стороны. И только после того, как вы во всем этом убедитесь, вы можете договариваться о сотрудничестве с тем источником, который вы выбрали. Если вам нужна дополнительная информация, если вам нужна помощь в организации лечения в Израиле, свяжитесь со мной. Спасибо. Спасибо.